Исландский способ закрытия петель очень красиво выглядит и гармонично смотрится на лицевой глади. Всем привет! Меня зовут Анастасия и добро пожаловать на YouTube канал, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. Сегодня вместе с вами разберем вот такой способ закрытия петель, который называется исландским. Мне очень понравился этот метод, он очень красиво выглядит, эластичный и давайте вместе его разберем. Итак, когда я готовилась к видео, я связала два таких образца, причем первый вот был у меня зеленый и здесь, я думаю, очевидно, что на зеленом закрытые петли выглядят более угловатыми. Сейчас покажу поближе. То есть здесь петли как будто бы какие-то угловатые, а все почему? Потому что в этом случае я вязала вот это полотно моим родным способом, восточным. То есть петли у меня были расположены определенным образом на спице и получилось при закрытии перекрещивание петель, их здесь совершенно не видно, но вот сами нити по кромке закрытого края получаются вот такие какие-то перекрещенные, довольно жесткие такие здесь углы. А вот здесь, в этом случае, я уже решила попробовать расположить петли именно западным методом или классическим, как его еще называют. То есть здесь петли были расположены на спице совершенно иным образом и уже получилась кромка такая более скругленная и аккуратная. Мне очень понравился этот способ. С изнаночной стороны он выглядит просто как изнаночная гладь, хорошо вписывается. Так можно завершить вязание, например, манжет, низа изделия. Очень хорошо выглядит. И оставайтесь со мной, сейчас все подробно покажу. Я связала вот такой образец розовой пряжей и посмотрите, как у меня размещены петли на спице. То есть вот они развернуты таким образом, что правая стенка петли находится перед нами. И все, соответственно, петли вот так же размещены. Это вот как раз классический или западный способ. Закрывать вот рекомендую именно так. Я взяла контрастную нить, чтобы было очень хорошо видно. И сейчас покажу, как это все происходит. Провязываю первую петлю, несмотря на то, что это кромочная. Протягиваю нить в первую петлю. И перевожу ее на левую спицу. Затем подхватываю эту же петлю. И вот так вот провязываю следующую, накинув уже на розовую мою нить. И далее снова перевожу ее на левую спицу. И опять все то же самое. Как бы их слегка скрещиваю. Протягиваю нить. И перевожу на левую спицу. Протягиваю. Перекрещиваю. Перекрещиваю. Вытягиваю нить. И все так вот и продолжается. Вот получается такая аккуратная кромка. И, наверное, я довяжу весь ряд до окончания. Я здесь уже накидываю нить, как при западном способе. В данном случае это получилось здесь самым таким оптимальным вариантом. Поэтому вот и очень важно знать свой способ вязания. Таким образом, если вы знаете свой способ вязания, вы можете адаптировать любой метод под себя и получить хороший результат. И вот так протягиваю петлю. Снова переношу на левую спицу. Провязываю вот эту предыдущую петлю. Стараюсь медленно-медленно все делать. Чтобы ни одного вопроса не осталось. Мне самой очень понравился этот способ. Каких только методов, да, не существует. Нам всегда всего мало. Хочется узнать что-то новое. Аккуратный край получается. Просто загляденье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok И всем пока!